Добрый день! Сегодня я постараюсь с вами выяснить, что такое полигональная графика в CorelDRAW. Что такое полигон? Это замкнутая кривая, имеющая три или более опорных точек. Современные дизайнеры все больше и больше используют полигональную графику. Она дает возможность упростить объект и в то же время помогает передать объем объекта. Полигоны могут быть залиты одним цветом, градиентом или вообще штриховкой с различным расстоянием между линией. В принципе это все, что нужно знать о полигональной графике. Сейчас я покажу приемы от создания полигонального портрета. Для этого я нашел фотографию в интернете и открываю ее в программе. Слой с фотографией отключаю. Все дальнейшие операции по созданию полигонов будем производить в слое с направляющими. Изменяем цвет направляющих с синего стандартного на красный. Он будет более заметен в нашей фотографии. Обозначу область фотографии треугольником, потому что не очень хочу утомлять вас рисованием волос. Это долго. Волос в области достаточно, чтобы понять принцип их построения. Я обычно начинаю строить графику с лица. Определяем область лба приблизительно с одним цветом и строим треугольник. В дальнейшем мы будем придерживаться именно этой фигуры. То есть будем рисовать вектор треугольниками. Продолжаем строить соседние полигоны. Первые полигоны у нас довольно крупные. Но подойдя к ответственным чертам лица, необходимо строить полигоны мелкими, потому что именно такие части как глаза, нос, губы и овал лица влияют на узнаваемость объекта. Дальше я ускорюсь, поскольку все операции однотипные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, лицо мы заполнили треугольниками. Переходим к волосам. Тут нужно тоже прослеживать направление локон волос и стараться все же сохранить наше намерение использовать только треугольные полигоны. Предварительно выделенный объект заполнен треугольными полигонами. Переходим ко второму этапу построения полигонального портрета. Для этого добавляем новый слой, который размещается под направляющими. Слой с направляющими делаем неактивным. Теперь, используя инструменты интеллектуальная заливка, кликаем на треугольник. Затем пипеткой выбираем приблизительный средний цвет полигона и заливаем его. Дальше этот нудный процесс повторяется столько раз, сколько у нас получилось треугольных полигонов. Продолжение следует... Не буду занимать ваше время. Я думаю, и так все понятно. Покажу, что получилось в итоге. Следующим шагом можно попробовать несколько поменять цвета полигонов. Но это полностью зависит от вашего видения работы. Вот, пожалуй, и все. В следующем уроке я покажу, как быстро менять тональность таких портретов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok